Мы начинаем с создания шрифтов. Первым делом расскажу о истории одного шрифта, который часто используют эти самые тайперы манги и тайперы комиксов. Это у нас шрифт Аниме Эйз. Его вы можете увидеть чаще всего в формате версии номер 2 и версии номер 5. Эти две версии чаще всего используются в русском рунете, в русском тайпе. Но у него есть еще и первая версия, третья и пятая версии. И про них мы сейчас поговорим. Итак, первая версия у нас была залита для общего доступа в 2001 году пользователем Nate Pecos, и он также оставил свой сайтик вот здесь. У этой первой версии есть у нас еще вариация и Telek и Bolt, то есть у нас есть курсив и жирный. Есть также еще вторая версия. Аниме Эйз 2.0 BB. BB означает просто на посокращение от того же самого сайтика Blambot, то есть тот же самый создатель. Он залил этот шрифт в 2006 году уже. И здесь мы видим, что данных уже побольше немножко. И также очень прям в глаза бросаются всякие копирайты. То есть если здесь у нас был небольшой значок какого-то копирайта, то здесь у нас прям везде мелькает это все. Копирайт, All Right Research, копирайт такой-то. Здесь даже есть ссылка для лицензии. То есть этот шрифт связан к какой-то лицензии. Давайте перейдем на сайт Blambot.com и посмотрим, какие у него есть шрифты. У него шрифтов много, аж 8 страниц. И все эти шрифты очень хорошо подходят для комиксов и для манги. Есть еще один дизайнер, зовут его Comic Craft. Ну, в смысле, ник у него такой Comic Craft. И вот эти два дизайнера, они очень много шрифтов создают для манги, для комиксов и, возможно, вы ими даже и пользовались. Эти шрифты можно определить по окончанию. Там не только окончание. Короче, где-то в названии шрифта присутствует либо BB, либо CC. Это означает, что это либо от Blambot, либо от Comic Craft шрифтик. Сейчас вас, возможно, удивитесь, потому что у этих шрифтов вроде как нет, у этих кириллиц. Но, скорее всего, вы пользуетесь кириллистической версией данного шрифта. Как так? А все просто. Есть у нас куча фанатиков. Не то же фанатиков, просто фанатов, нормальных фанатов, которым понравился данный шрифт, и они его немножко изменив сделали из него кириллицу. Так что данные шрифты можно найти еще и в кириллистическом виде, но это не официальная версия данных дизайнеров, не официальная версия создателя. Также следует упомянуть и то, что с этими шрифтами связаны лицензии. То есть тот же самый Anime Ace, у него есть тоже лицензия. Обычно стандартная лицензия стоит 0 долларов, то есть она бесплатная. Но эта лицензия, она у нас non-profit. Означает, что мы не можем использовать ее в коммерческих целях. То есть если мы, допустим, переводим мангу, любительский перевод, мы вкладываем нашу мангу бесплатно на ресурс какой-нибудь, и в таком варианте мы можем пользоваться этим шрифтом, сколько нам вздумается. Как только мы начинаем продавать комиксы, нам нужно купить лицензию другую. У нас тут есть целый список этих различных лицензий. Допустим, Basic Desktop 1.5 Seeds, это означает, что будет стоить 40 долларов. Это означает, что у нас есть кружка, и мы на этой кружке решили написать шрифтом Anime Ace какое-нибудь название. У нас всего одна кружечка, и мы ее сделали, допустим, для себя. В таком случае можете брать лицензию бесплатно, потому что вы ее для себя сделали. Как только вы эту кружку захотите продать, то лицензия, то вам, вы обязаны будете купить лицензию на этот шрифт, чтобы вы использовали этот шрифт на продукте, который вы продаете. И это будет вам стоить 40 баксов. 40 баксов, чтобы продать кружечку с одним шрифтом Anime Ace 2. Ну, там куча других вариаций есть. Допустим, вариация WebFont означает, что вы можете купить лицензию за 40 баксов и использовать данный шрифт на своем сайте. Есть еще лицензия Embedded, это означает, что встроенная. То есть, получается, если вы сделали какую-то игру, либо какой-то журнал, либо, возможно, еще какое-то приложение для телефона, и вы внедрили туда этот шрифт, то такая лицензия будет вам стоить 400 баксов. Так что да, прежде чем использовать какие-то шрифты в коммерческих целях, то желательно посмотрите обязательно, какие у них там лицензии есть, чтобы не было в дальнейшем каких-то проблем юридических. У второй версии шрифта Anime Ace также присутствует вариация и телек, и болт, курсив и жирненький, а еще есть версия Кир, кириллица. Но если мы посмотрим на официальном сайте BlemBot, то мы увидим, что здесь есть латинские символы, какие-то другие символы, но нету кириллицы вообще. Это означает, что, скорее всего, эту кириллицу тоже сделал кто-то из любителей, но при этом, когда он загружал ее свободный доступ в интернет, он написал все те же самые кредитки, что и были у шрифта Anime Ace 2 без кириллицы. Далее у нас есть версия третья и есть версия пятая. И как видите, здесь у нас присутствует напротив колонки Copyright человек какой-то другой с очень сложным выговариваемым ником. Также у нас датировано, что третья версия вышла в 2009 году, но я так полагаю, что это больше дата, когда этот шрифт выложили в интернет вообще. То есть, возможно, создали его немножко раньше. Пятая версия у нас вообще не датирована, и мне было очень интересно, когда же все-таки этот шрифт вылез в свет. Я загуглила этого человечка, и оказалось, что этот человек очень активным участником был в различных форумах про манги. Этот человек оказалось впоследствии стал редактором компании History Comics. И это у нас человека зовут Николай Чесноков. Вы, возможно, на его уже где-то видели, слышали про него. Он частенько писал статьи про Тайпу различному. Также есть еще видео в Ютубе с ним вместе, где он про Тайп рассказывает. Я написала ему ВКонтакте, и вот что он мне ответил. Цитирую. Добрый день. Да, вполне возможно, что в первый раз эти версии озарил я. Я уже не помню, говорит Николай Чесноков. Я к оригинальной английской дорезовал кириллицу. Была еще и другая кириллизация, которой пользовались, например, люди мертвой рыбы. Была такая группа комиксистов. Кто ее сделал, я не знаю. Это как раз-таки про вот эту вот вторую версию Кир. Кто ее сделал, мы тоже не знаем. Если вы знаете, если у вас когда-то есть зацепочка, пожалуйста, напишите в комментариях, потому что мне очень интересно. Далее. Она вроде бы в свободный доступ не поступала. Она поступила в свободный доступ. Отличить ее можно по таким-таким-то штучкам. Про отличия расскажу чуть попозже. Это было... Что было в четвертой версии, я не помню. Вероятно, была какая-то промежуточная. Собственно, пятая – это ревизия третьей версии. Есть еще и шестая версия, к которой добавлены две гарнитуры. Она использовалась издательством Sakura Press. В ней нормальные длинные тире и тому подобное. Мелкие исправления. В свободном доступе ее нет, шестой версии. Последняя вариация шестой версии датируется в 2008 году. Как раз таки по этому его ответу я решила, что вот эта вот дата, она немножко не соответствует созданию версии третьей. Если шестая версия вышла в 2008 году, то третья версия была создана, скорее всего, немножко пораньше, как вы понимаете. Давайте перейдем уже к конкретному сравнению тех шрифтов, которые у нас есть. У нас эта версия первая. В первой версии у нас русских букв нет вообще. Если мы ее поменяем на вторую версию, вторая версия, то мы заметим, что небольшая разница, но есть. Допустим, у нас вот эта вот символ, вот эта палочка, она стала чуть меньше. Во второй версии она стала чуть меньше. Какие-то другие цифры, цифры, символы стали чуть больше. Также еще изменилось и расстояние между какими-то конкретными буквами. Но даже во второй версии мы видим, что расстояние между буквами, критическими буквами, допустим, А и В, вот это вот расстояние, оно все равно не хорошо оптимировано. Теперь сравним вторую и третью версии. Вторая версия выглядит вот так. В ней появляется киридзица, и она сохраняется в последующих версиях. Если мы же сейчас сделаем третью версию, то мы видим, что буковки вдруг стали меньше. Дело в том, что в третью версию были добавлены маленькие буковки. Это уже вторая версия, а это уже третья версия. Маленькие буквы, они улучшают чтение, упрощают чтение. То есть, большие и маленькие буковки, когда есть в тексте, то нам легче читать этот самый текст. Когда у нас все буквы большие, и у нас большой текст, то читать нашему глазу такие тексты очень сложно. В принципе, когда у нас маленькие какие-то фразочки, можно оставлять и все заглавные буковки. Но есть тут маленькое такое но. Дело в том, что когда создавались эти маленькие буковки, их просто-напросто взяли большие буквы, и их уменьшили в размере. И из этого текает два минуса. Первый минус – это то, что маленькие буковки, они ничем не отличаются от больших букв. То есть, допустим, если мы посмотрим обычный шрифт какой-нибудь, это шрифт калибри, то мы увидим, что маленькая буковка А и маленькая буковка Е, они не такие, как большие буквы А и Е. То же самое относится и ко всем остальным буковкам. Это раз. Во-вторых, мы видим, что вот в обычном шрифте, который сделали как у профессионала, у них штрих, толщина штриха, что в загладной буковке, что в маленькой буковке, она одинаковая. То есть, штрих у буковки Г, вот здесь, он одного размера, и у буковки Р, он точно такого же размера, точно такой же толщины. В этой же версии, аниме Эйс точка 3, 3.0, мы видим, что у буковки Г, толщина вот этого штриха, гораздо толще, чем та же самая палочка у буковки Р. То есть, когда скалировали буковку, пропорции, толщина этого самого, толщина буковки, пропорционально соскалировалась, уменьшилась. Получается, что те, кто сделал третью версию шрифта аниме Эйс, они сделали капители. Капители, это как раз-таки такой вид шрифта, когда у нас первая идет заглавная, остальные все тоже заглавные, но маленькие. Я не знаю, как давно есть такая функция в фотошопе, но тут есть такая кнопочка, сделать псевдо капители. Вот это у нас строчка, версия шрифта аниме Эйс версия 2. Мы кликаем на эту кнопочку, клик, и она делает примерно то же самое, что и версия третья. То есть у нас есть большая буковка, и остальные есть еще маленькие буковки. Большие буковки мы пишем с шрифтом, либо с капслоком. Все остальные, которые мы без шрифта или капслока набираем, они будут маленькими. Единственный минус у этих псевдокапительхинов в том, что наши заглавные буковки выглядят гораздо толще, чем маленькие буковки. Это можно, в принципе, исправить вручную. Допустим, мы выделяем наши все маленькие буковки и добавляем им псевдополужирность, например. И здесь тоже делаем псевдополужирность. И теперь наша строчка первая выглядит гораздо более гармоничнее, чем вот эта вот нижняя строчка и так далее. Теперь сравним версию вторую и версию пятую. Сравнивать третью версию с пятой немножко считаю бессмысленно, потому что третья версия – это то же самое, что и вторая, только капительхины. Это значит, у нас текст во втором, версия шрифта вторая. Делаем из нее пятую версию. Кликаем на пять, и мы видим, что некоторые символы у нас поменялись. То есть, вернемся обратно. Вторая версия, пятая версия. Буковки поменялись. Например, буковка И из второй версии стала вот буковкой И вот такой в пятой версии. У буковки И русской, вот у И и у И краткой, поменялись тоже также эти самые наши штрихи, они стали более высокими. Буковка С, буковка Щ, у нас хвостики поменялись немножечко. Ну и там еще такие маленькие доработки были. Допустим, буковка Б еще, это во второй версии, она выглядела такой более маленькой, более вниз как бы суженной. А в пятой версии ее сделали по размеру чуть больше, и она как бы более гармонично смотрится рядом с другими буквами. То есть, во второй версии, она кажется, была какой-то уменьшенной, да, во второй, а в пятой версии она как бы по размеру лучше выглядит. Дальше что? Дальше создатели пятой версии, они еще поработали над расстоянием между буквами. Допустим, у нас есть критичное такое место, вот это вот, да, между буковками У и между буковкой М. Во второй версии шрифта расстояние огромное, как будто бы это два разных слова, да. А в пятой версии это расстояние, оно уменьшается, и тем самым у нас, мы видим, что это у нас одно, как бы непрерывное слово. При этом в пятой версии старались только над кириллицей, а над латинскими буквами, вот здесь у нас тоже критическая такая ситуация, да. И тут у нас что в второй версии, что в пятой версии, расстояние не меняется вообще никак. Так что, когда делали в пятую версию, то там учитывали только русские буковки. Чтобы сравнить пятую и шестую версию, я нашла в интернете несколько страничек для предварительного просмотра из манги Ранма. Эту мангу сделала Сакура Пре в 2007 году, и как раз таки там я нашла шрифт, который не похож ни на пятую версию, ни на вторую, ни на третью версию. Скорее всего, это есть та самая шестая версия. Вот эта страничка, я сравнила вот эту надпись. Значит, секундочку, вот эту мы выключим, чтобы нас не мешало, и включим наши другие шрифты. У нас есть тут вторая версия, третья версия, пятая версия и шестая версия. Если мы так вот невооруженным взглядом будем сравнивать пятую и шестую версии, мы увидим, что вот эта вот терешечка, кажется, что в шестой версии она у нас немножечко поменьше сделана. Возможно, тут просто-напросто я размер шрифта не поймала, неподходящий поставила, но не знаю. Далее что? Различия есть еще в символах, например, в спросительный знак у нас в пятой версии выглядит вот так, а в шестой версии вот так. Есть еще, видно, различия между, в расстояниях между буквами, допустим, здесь у нас расстояние между К и А вот такое, а здесь у нас они более близко посажены. Так, и для пущей наглядности давайте сравним вот эту еще фразочку. Я постаралась подобрать такой размер пятой версии шрифта, чтобы вот эта буковка N она совпадала с вот этой буковкой N, чуть-чуть в чуть-чуть, пиксель в пиксель. Вот это совпадает. Но, как мы видим, что у нас одна буковка совпадает, а остальные не совпадают. Получается, что в шестой версии у нас другое расстояние между букв, плюс ко всему, еще и другое расстояние между строчками. То есть, вот эта первая Т у нас находится чуть, шестая версия находится чуть выше, чем у нас в пятой версии находится. Плюс, еще опять-таки, заметила, что у нас многоточие в пятой версии очень близко друг друга посажено, а в шестой версии у нас многоточие очень широкое. Возможно, есть и другие какие-то различия между пятой и шестой версией, но так как у нас в общем доступе такого шрифта нет, то всякие мелкие детали я уже не вдавалась. И последнее самое важное различие в шрифтах, это у нас его размер семейства. Например, у нас есть шрифт аниме Ace2, у него есть регуляр, вариант регуляр, вариант и телик, болт и болт и телик. Если же мы включим вариацию пятую, которую я считаю очень хорошей версией, то мы видим, что здесь у этого шрифта нет вообще никакого семейства. То есть у него только регуляр и точка. То есть если мы захотим сделать этот шрифт жирненьким, нам нужно будет использовать только псевдополужирность. Если мы захотим сделать шрифт курсивный, мы будем делать псевдокурсив и так далее. Отсутствие семейства в шрифте аниме Ace версия 5 я считаю большим минусом. Почему? Да потому что когда у нас есть семейство, то это означает, что в этом семействе, при создании этого семейства дизайнер шрифта, он постарался сделать так, чтобы тот же самый курсив выглядел реально больше как курсив. Чтобы жирность выглядела как больше жирность. И все расстояния между букв он тоже оптимировал как надо. Конечно, если мы посмотрим на шрифт аниме Ace, то тут мы очень мало увидим различий между псевдокурсивностью и псевдополужирностью. И нашими семействами. Давайте проведем пример. Это у нас аниме Ace оба. Вторая версия. Одну из них мы сделаем вот таким курсивом, а вторую мы сделаем псевдокурсивом. Вот сюда нажмем. То есть это у нас псевдокурсив, а это просто курсив. В принципе, с первого взгляда у нас различий никаких нет. Все то же самое. То есть как бы наклон. Просто-напросто так дизайнер этого шрифта взял эти буковки и наклонил. То есть он не вырисовывал реально какие-то курсивные буковки. Но если мы сравним, то есть наложим друг на друга эти два шрифта, возьмем этот шрифт и перетащим его вот сюда. Секундочку. Вот буковка йод. Йод, говорю. И краткое совпало. И мы видим, что у шрифта, который сделан в семействе, то есть тот, который дизайнер сделал, он при курсиве еще немножко поменял расстояние между букв. То же самое касается и жирности. Это у нас, допустим, сделаем полужирным. Курсив уберем. И вот это мы сделаем тоже жирненьким, но из семейства жирненьким. Вот. Поставим буквально вот таким вот образом. Тоже, как мы видим, псевдополужирность у нас остается, у нас просто становится более жирненькой. А когда у нас в семействе жирность ставится, да, то тут у нас дизайнер также постарался еще и расстояние между шрифтами немножко изменил. В принципе, вот этот вот наш шрифт аниме эйс, да, вот что псевдо в нашем стиле от фотошопа, что стили дизайнерские, которые дизайнер нам сделал, они отличаются очень мало, очень слабо. Чтобы показать получше, это самое, как вот, ну, всю красоту дизайнерской версии семейства, да, я возьму шрифт немножко другой. То есть, как бы, шрифт аниме эйс, он слабенький шрифт, его проработали слабовато. Возьмем шрифт калибри. Шрифт калибри у нас тоже имеет нескольких членов семейства. У нас есть light, light, italic, regular, italic, boot и boot, italic. То есть, по идее, как бы, шесть видов этих шрифтов. Я взяла всего лишь парочку из них, то есть, жирненький и курсивный. Вот здесь у нас стоит этот самый псевдополужирный и псевдокурсивный. Ну, курсив, сразу видно, что курсив дизайнерский гораздо круче выглядит, чем псевдокурсив от фотошопа. Потому что здесь не просто идет наклон, но и сами буковки немножко по-другому нарисованы. А что касается жирности и полужирности, тут все-таки такой вопрос спорный, потому что здесь все-таки стиль жирный, а фотошоп нам делает стиль псевдополужирный. И для большей наглядности мы сейчас сравним вот эти два шрифта, то есть, как бы, псевдополужирность от фотошопа и жирность от дизайнера. На примере шрифта Minion Pro. Почему? Потому что у этого шрифта, у этого шрифта есть куча-куча разных членов семейств. То есть, у нас тут есть вот этот наш шрифт, и тут у нас открываем список, и вот этот вот весь список, это все один и тот же шрифт, просто разные вариации его. И тут у нас есть тоже семиболт, то есть, не болт, не жирность, а семиболт, полужирность. Как раз-таки то, что нам предлагает сделать фотошоп. То есть, здесь у нас идет псевдополужирность от фотошопа, а здесь у нас полужирность от дизайнера. Если мы подглядимся к ним... Секундочку, секундочку, я немножко... А вот, получается, поехала вперед. Значит, это самое. Курсив сравнивать, в принципе, уже не нужно. И так видно, что фотошоп просто-напросто наклоняет буковки и готово. А дизайнерский курсив выглядит гораздо более покрусивнее, чем фотошопский. Давайте сравним вот наши полужирности. То есть, вот эта полужирность и эта полужирность. Фотошоп, он автоматически делает все линии немножко потолще. На сколько-то процентов немножко потолще. У дизайнерского же шрифта, если мы поведем, допустим, к буквой и краткой, вот к этой средней линии, что она здесь в фотошопе, какая она жирненькая стала. А какая она здесь, тоненькая и изящная. То же самое касается буковки О и прочих букв, где у нас есть колечко такое. То есть, здесь у нас буковка О вот такая, а здесь вот эти вот места, они остаются такими тоненькими и изящными. Посмотрите еще, допустим, на вот этот хвостик у твердого знака. Какой он здесь толстенький, какой он здесь тоненький и изящненький. То есть, когда дизайнер создает вот это вот семейство шрифтовое, семейство шрифта, он старается учесть также всю особенность этого шрифта, старается сделать его примерно таким же, как и его основное регуляр, то есть основной член семейства, но при этом сделать его немножко потолще, наоборот, потоньше немножко сделать. Короче, там реально люди сидят и стараются каждый пиксель вырисовывать. Ну, там не пиксели, конечно, там векторы, но всё равно они стараются каждый этот самый пунктик вырисовывать, чтобы было чётко, красиво и хорошо читабельно. И последнее, что расскажу по поводу шрифта Аниме Эйс, это покажу все символы, которые у него присутствуют. Вот это вот всё, список символов в шрифте Аниме Эйс 5. Тут даже присутствует кириллица, которую добавил Николай Чесноков. Здесь даже присутствуют украинские буквы. Единственное, что я не поняла, почему тут нету буковки Г. То есть буковка Г, Г точнее, она есть, а буковки Г нету. Я погуглила немножко и оказалось, нашла такую информацию, что буковку Г в Украине не использовались с 32 по 90 годах. И я так полагаю, что человек, который создавал этот шрифт, он просто-напросто вырос по такой системе, где буковка Г не использовалась. Поэтому он сюда её и не добавил. В принципе, логично, да? Если она не использовалась, зачем её добавлять? Далее, что мне тут не очень нравится, то, что вот эти вот штучки, вот эти вот фигурные скобки. Почему создатель шрифта, создатель шрифта, это имеется в виду как раз-таки первоначальный создатель шрифта, то есть Нейт Пикас, по-моему, звали его, да? Почему он сделал фигурные скобки такого формата? То есть наш глаз, да, вот это вот не ассоциирует с фигурными скобками. Я не знаю, конечно, в Америке, но в России вот это вот никак не фигурная скобка. Может, конечно, тут ещё какие-то символы не очень хорошие, которые кому-то, может, могут не понравиться. Но давайте об этом не будем сейчас говорить. Это была такая небольшая история шрифта Аниме Эйс, шрифт, который используют большинство тайперов. И, как видите, эта история ещё не закончена. Пятая версия шрифта до сих пор такая, немножко в сыром состоянии находится. Я собираюсь в дальнейшем этот шрифт немножко изменить, дополнить его. То есть я добавлю в него семейства, нужные нам. То есть это у нас жирность, курсивность. На счёт курсивности я не уверена, потому что... Ну, хотя многие используют курсивность. Ну, посмотрим на счёт курсивности. Ещё хочу тонкость к нему добавить. Парочку символов. И ещё посмотрим на расстояние между латинскими буковками. Потому что расстояние между русскими буковками его уже сделали, а вот латинские буковки по них забыли. И в заключении процитирую пару слов от Николая Чеснокова. Если что-то сделал один человек, это может повторить и другой. Старайтесь, и у вас всё получится. Всем пока, до новых встреч. Жесть, конечно, это видео записывал целый день, а потом оказалось, что у меня микрофон не работает. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.